Здравствуйте! В эфире рубрика «Оперативная сводка», в ходе которой я познакомлю вас с итогами работы полиции за минувшую неделю. Всего в дежурную часть поступило свыше 350 сообщений и заявлений от граждан. Из общего числа поступивших сообщений зарегистрировано 14 преступлений, все раскрыты по горячим следам. Сегодняшний выпуск мы посвятим профилактике. За истекшую неделю правоохранителями зарегистрировано два факта мошенничества. Об одном из них расскажет сам потерпевший. Позвонила сотрудница якобы банка, сказала, что на мое имя одобрен кредит. Вы заявку сами подавали ранее, да? Да. Это, я так понимаю, интернет заявки, да? Да, инфлянд-заявка. Чтобы получить эти денежные средства, мне предложили сделать перевод на 1000 рублей, для того, чтобы оплатить межбанковский перевод, пояснили это так. Далее позвонил сотрудник, представился сотрудником службы безопасности того же банка, уточнил, что эта сумма должна быть застрахована. Могу, тот оператор меня неверно информацию подал, что, собственно, я и сделал. А сумма страховки? 6 900. Настоятельно рекомендуем соблюдать бдительность. Не доверяйте посторонним лицам свои денежные средства. Перепроверяйте поступившую информацию о необходимости проведения каких-либо операций с вашей банковской картой. При совершении онлайн-покупок проверяйте подлинность сайта, а также предварительно ознакомьтесь с отзывами граждан. Кроме того, будьте внимательны при оформлении онлайн-заявок в банках для получения кредита. Никакая страховка в подобных случаях банками не взымается. Также полицейские убедительно просят предпринимателей оснастить свои организации, магазины и офисы, системы охраны и видеонаблюдения, которые в случае совершения в отношении вашего имущества противоправных действий способствуют в кратчайшие сроки установить и задержать злоумышленников. Не оставляем без внимания свой автотранспорт. С наступлением зимнего сезона характерно сокращение светового дня, что часто играет на руку злоумышленникам. В связи с этим рекомендуем не оставлять транспортное средство в темных и неосвещенных местах. Оснастите ваш автомобиль системой сигнализации, а также используйте механические блокираторы замка зажигания, рулевого управления, тормозной системы и капота. Кроме того, не оставляйте в машине ценные вещи, документы и денежные средства. В течение минувшей недели сотрудниками полиции задержан 61-летний житель города, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насильно удерживал в своем жилом помещении бригаду скорой медицинской помощи, прибывшей для оказания медицинской помощи супруги гражданина. Во время нахождения в помещении мужчина без объяснения причин напал на фельдшера в скорой помощи и нанес им телесные повреждения различных частей тела. Медицинским работникам удалось оттолкнуть нападавшего. Закрыться в одну из комнат и сообщить о происходящем в полицию. Вот что о данном происшествии поясняет сам дебошир. Николай Кузьмич, подскажите, пожалуйста, а с какой целью вы удерживали сотрудников скорой помощи и нанесли им телесные повреждения? Да просто так. Просто так? А они вам не понравились или в связи с чем? Нет, они не понравились. Так они что такого сделали? Они же приехали медицинскую помощь оказать вашей супруге. Какую медицинскую помощь? Они приехали убивать их. Убивать? Да. Супругу вашу? Да. И вы решили напасть на них? Ну а что я должен делать? В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело. Отделами Дороссии по городу Нефтьюганску продолжают устанавливать местонахождение без вести пропавшей жительницы города Дмитриевой Татьяны Ивановны, 1954 года рождения, которая 13 сентября текущего года ушла из дома на работу и до настоящего времени не вернулась. Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, незамедлительно сообщить в дежурную часть полиции по телефону 29 56 11 либо 02. За отчетный период на улично-дорожной сети города зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых один человек погиб. Так, 8 октября в третьем часу ночи на улице Объездная водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения с дальнейшим опрокидыванием своего транспортного средства. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится расследование. Также за отчетный период полицейскими выявлено и задокументировано порядка 900 правонарушений, в том числе по линии ГИБДД. Стражами порядка проведено 7 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пресечения преступления, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. Обращаемся ко всем нефтеюганцам с просьбой принять участие в онлайн-голосовании за участкового Андрея Лагвиненко, который представляет наш город во всероссийском конкурсе «Народный участковый». Отдать свой голос за нашего земляка вы можете на сайте Управления МВД России по хмао-югре. А у меня на этом все. Самые свежие новости о деятельности городской полиции вы можете найти в официальных группах полиции «Нефтеюганска», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Будьте бдительны и всего вам доброго!